Мопсы Мопсы Совершенно не агрессивно Очень добродушны Даже и внешний вид у них какой-то инопланетянский Это или кот или собака Мопс это загадочное существо Не зря ведь говорят Мопс это заколдованный ребенок Про Мопса можно было бы ещё рассказать, чего бы хорошего Я думаю, что все видели фильм Люди в черном Там, где мопс, наверное, проявил себя, ну, свой характер. Эта порода очень проста в уходе и содержании. Мопсу не требуются косметические операции, не нужна ему и стрижка. Достаточно чистки щеткой и редкого мытья. Мопса надо вычесывать, потому что вот шерсть он линяет. Вот это вот как бы есть таким небольшим недостатком. Содержать собаку может любой человек, который хочет собаку. Вот, совершенно беспроблемная собака, не требующая дрессировки. По питанию мопсы тоже всеядные, очень любят кушать. Но предпочтения такие же, или хорошие супер премиум корма, или же мясо, овощи. Дрессировка и воспитание мопса – процесс, который можно доверить даже ребенку 7 лет. Собаку необходимо обучить лишь простым командам, таким как ко мне, фу, рядом, место, сидеть и лежать. Мопса дрессировать специально не надо. Эта собака просто требует какого-то воспитания, коррекции. Вот такой вот, совершенно не нужно его дрессировать. Что такое коррекция поведения в отношении мопса? Ну, коррекция поведения – это не такое что-то серьезное. Допустим, вот многие берут щенка в дом и сразу тащат его в постельку, ложатся с ним спать. Вот, все мопсы будут спать с хозяином в постели. Ну, как бы, я этого, ну, как бы, не рекомендую. Показать, у собаки должно быть свое место, свое личное пространство. Вот, поэтому они легко обучаемы, легко привыкают к своему месту. Потом, кормить собачку определенно надо, допустим, 3 раза в день, 2 раза, как выбирает себе человек. Вот, не надо кормить мопса со стола. У них очень жалобные, просящие глазки. Вот, поэтому кормить со стола ни в коем случае нельзя. Нельзя давать им аллергичную еды, потому что мопсы склонны к аллергии. Вот, надо следить за своим мопсом. Собаки этой породы находят общий язык со всеми, особенно с теми, кто дарит им много внимания и любви. Мопс ладится всеми членами семьи, очень любит детей, играется с детьми, совершенно не агрессивен. В зависимости от характера собаки, потому что мопсы тоже бывают разные. Есть более добродушные, есть более это, есть более такие, как бы, мопсы властные, такие вот это самое. Все зависит от ситуации конкретной семьи. Так сказать, что все мопсы там вот такие, вот нет. Мопс в меру подвижен, в меру спокоен. Вот, мопс прекрасно может приносить аппорты. Мои мопсы бегают наравне с пинчерами, с доберманами, и даже доберманы не могут забрать у мопса аппорт, даже бывает такое. Вот, поэтому все, ну, будем так говорить, конкретно для каждого человека приемлемо. И все зависит от человека. Как воспитает, как будет содержать, как будет ухаживать за мопсом, такой у него будет мопс. Если вы решили завести мопса, но переживаете, что он не поладит с другим вашим питомцем, откиньте сомнения в сторону. Эта собака сможет подружиться с любыми любимцами. С другими животными они себя ведут хорошо. У нас был кот, с котом они ладили, с доберманами они тоже ладят, но доберманы, они джентльмены и леди, они никогда не обидят меньшую собаку. Вот, поэтому как-то у нас гармония всегда, никогда никто не был не покусан, не обижен, все это самое мопсы, конечно, тоже ведут себя достойно. Они более как бы уступают мопсу, и поэтому конфликтность, она ей не может быть, этой конфликтности, они более уступчивые. Особенностью мопсов является храп во сне, который, конечно, может помешать вам, как владельцу собаки, но разве можно это считать ужасным недостатком? Да, есть такой храп, вот немножко сопение присутствует. Но есть мопсы, вот, например, Федя у меня, он не сопит и не храпит, он более спокойный. Поверьте, каждая встреча с хозяином после разлуки выльется в танец на задних лапках, повизгивание и карабкание с целью забраться к вам, любимому, на ручке. Мопс – собака, которая может научить человека доброте. Потому что даже на какую-то вот агрессию со стороны человека, мопс не ответит агрессией. Это, ну, будем так говорить, такое доброе существо. Очень многие дети, очень многие дети, вот, когда приходят или звонят, я разговариваю с покупателями, хотят именно мопса, очень мопса. Наверное, не знаю, может, еще фильм оказывает такое влияние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова